Девушки отдыхают Девушка Регина Нью-Йорк канал Я про нее уже упоминал Был сюрприз Кто-то к ней на канал пришел Подписался Я ей уже пишу, сколько я тебе пишу, наверное, месяц Я говорю, Регина, надо снять видео Надо встретиться, надо познакомиться И снять видео, потому что Регина Сколько ты здесь живешь? Больше 8 лет Представляете, сколько она знает о Нью-Йорке А я так, судя по ее каналу Судя по ее каналу, она из Манхэттена Вообще никуда не девается Она только по Манхэттену где-то здесь, да? Наконец-то мы встретились с ней Пообщаться, познакомиться и что-то поснимать Я думаю, что Регина нам Я только рассказывал Я говорю, Регина, представляешь Первый раз, когда в Гранд Централ попал Я даже не понял, где я Мы искали Apple магазин Телефоны посмотреть И зашли, я поснимал Говорю, не знаю, ребят Какое-то здание, на дворец культуры похоже А тут магазин Apple А вы мне потом себе написали, что поляк Ну как тебе не стыдно? Это же Гранд Централ А я еще такой говорю, что за Гранд Централ? Да ладно, какой Гранд Централ? Главное, я в магазин там ездил А мне потом сказали, что здесь фильм какой-то снимали Я говорю, а, ну тогда ладно Тогда считается Нет, он известный считается Гранд Централ Ну, с Гранд Централ я могу сказать Сериалы здесь очень многие Сплетницы сериал Если кто из твоих зрителей смотрит Так, ну у меня девушки есть чуть-чуть Да То есть здесь снимался, да Главная сцена Еще какие-то сериалы Секс в Де Сити Секс в Большом Городе Отлично По сериалам, да А по фильмам я не помню Именно здесь вот происходило, да? Я видел просто много Я не помню, в Ютьюбе Или флешмобов много здесь тоже бывает, да? Хорошо Собственно, ребят Получилось у меня разобраться с Uber Из предыдущего ролика Видели, что там Uber подставил меня Проблема была просто, что Что-то с моей фотографией не то было Я пришел, перефотографировался И все заработал Вот Кучу дел Сделал Вот 4 часа Начинаю Видите, у меня 0 часов онлайне 0 поездок 0 долларов Показывать, что Завтра баскетбол какой-то Супер Мэдисон Скоргаден И какой-то театр Два только ивента показывает Все, включаюсь Не знаю, сейчас поснимаю Может быть Первого атак Для памяти клиента снять Кто заказал Все Я же думаю, знаете Как, каким способом Дальше канал развивать Что снимать Ну, как-то буду Так, ну все Сниму для себя этот Исторический момент Включаю онлайн Google Avigation Хочу в Google Maps ездить Я в них уже привык Все, я онлайн Буду ждать Какого-то заказа Первого своего Чего там у вас У некоторых ребят бомбить-то И стоило того Там вот В подвале живешь Таксистом стал Ну, это эпизод Это этап жизни такой Он рано или поздно Закончится Через полгода Не буду жить в подвале Через полгода Там, я не знаю Через Окей Через год Не буду в Убере работать Через три месяца Не буду Я откуда знаю Есть у меня цели Иду к ним Потихоньку Так что Не бомбите Каждого свой путь Вы себе выбрали Такой Я себе выбрал Такой Я не жалею Иду как иду Во всяком случае Возвращаться Там пишут Возвращайся Обратно Чего мне Куда возвращаться Буду здесь дальше У меня все нормально У меня на позитиве Все Смотрите Мы не успели зайти У нас двери еще сзади А тут справа Идет чемпионат по сквошу Мы не знаем Нью-Йорка Или Америки Это скорее всего Даже Аблышка 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 Мужики Как там Толпа стоит Там зрители Да Нас сюда не пустят Можно? Да А ну вот сюда Да Так И в чем смысл игры Заключается По стеночкам бить? Ну это сквоз То есть ты бьешь просто Я не играла Ну по стеночкам Бьешь по стенке И кто больше Видимо По количеству Да 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 А что ты Я что-то не вижу телевидение Это не достойно телевидения Ни камер Ничего нет Нет Я смотрю Они снимают Вот Комкаст У них видишь написано Должно НВС снимать И НИВРСО И шкатыш Ну в общем вот да Только зашли У нас тут турнир по сквошу Напротив у нас Регина Это хлебобулочные изделия У нас тут Всегда все продается То есть Покушать сможет зайти Ну я вот смотри Ты же видишь да По мне я спортсмен Я высушенный сухой человек Вообще ты просто Можешь идти Прямо сейчас хоть на этот сквоз играть Ну вот смотри Ты же меня по видео смотрела Да Видела же меня какой я на видео Да У тебя слишком маленькая камера просто Просто здесь лупа такая Видишь Я надеюсь я умещусь в этом палец Нет Девушке хорошо получается Она почему-то на парней именно реагирует плохо Вот На самом деле как Кирилл сказал У меня даже скулы видно Так Ну и что нам тут продают А тут как тут ценовая политика Давай просто чуть-чуть покажем Думаю что здесь средний А цен нету да Ну вот этот долларов 10 стоит я думаю А 12 вот Я думаю у них просто цены Вот цены смотри 8,5 12 7,25 На самом деле это дороже чем в обычном Ну да То есть даже Сухолку потом Делать Хорошо Поэтому Здесь дороговато Вот смотрите Кусочек пиццы 6,75 Дорого ребят Это надо хорошо Это знаешь это надо на хорошей машине в Uber Работать чтобы позволить Гранд Сутрале перекусывать Здесь это еще начало Там есть очень хорошие рестораны Снизу А в подвале? Да Я тебе покажу Хорошо Очень интересная вещь есть Рядом с рестораном Хорошо Хорошо Пойдем внутрь Так ладно Опытные Уберисты мне тут советуют Не стоять на месте А двигаться ближе в сторону Манхэттена Я поэтому так и сделаю Буду ехать в сторону Манхэттена А там уже будем смотреть Куда карта ляжет Сейчас пока в Бруклине Сейчас пока в Бруклине Какая-то суббота такая вся в пробках Так все с камерой нельзя Вот минут через сорок только мне дал Убер заказ Вот сейчас только что взял тут около Бруклин Бридж Все поехал работать Написано Милана говорит мне робот Подтвердите Милану имя Если это она А вот наверное бежит Так ну она оказалась в общем со своим парнишкой В этом Из Китайской Республики Увели они меня из под Бруклина Бридж Я то ехал в сторону Манхэттена В Квинс вообще в китайский район 18 или 17 миль Я ехал Вот рейтингом не знаю какой ставить И тут мне еще наверное еще ничего не показывает Обновляется Позже наверное написано в процессе это поездка Обновляется Вот все как мне советовали Буду двигаться в сторону Манхэттена Да вот собственно ребята Всегда у меня были эти с того видео кадры Я там наверху стоял и говорил дворец какой-то Смотри вот эти часы А паловые часы Они считаются очень дорогими Если это настоящий опал То это 20 млн долларов даже может стоить Да ты что Да ты что Ну давай поближе их тогда снимем За 20 млн долларов можно и пройтись Немножко Не ну вот прям дворец культуры Вот не хватает здесь Знаешь сейчас какого-то коллектива ладушки Чтобы под руссконародную такую Ну это да это самое красивое Правда реально могут 20 млн долларов стоить? Да реально Я читала в интернете Если они действительно настоящие там опал Тогда 20 млн долларов Как пишут Ну я не знаю настоящие или нет А под этой кассой есть лестница Которая спускается вниз Винтовая лестница Ну туристы не могут пройтись А те кто работает здесь Они спускаются в эту лестницу А ну вон она видимо внутри Да То есть они попадают сюда через винтовую лестницу Потому что тут не пройти туда Интересно И смотри вот если встанешь посередине Ага Вот здесь Ага А не видишь одна лестница на 1 дюйм выше чем вторая Потому что ее строили в другом году Ну то есть позже значительно перестраивали Левая лестница выше чем правая По моему кажется вот эта Да по моему левая Левая Просто из-за того что в разные года В разные года они решили выделиться Чтобы показать что они в другой год строили ее Чтобы показать людям Здорово Ну это известный Ну мы туда не пойдем там всего лишь Телефоны продают Вот окна красивые большие ветровые мне нравятся И если посмотришь на потолок Ага Это знак Зодиактус Созвездие А да? Да Так а давай себя давай козерога найдем Козерога Ты козерог? Я козерог Ты тоже козерог? Я весы Давай весы Вот это не козерог смотри вот это Похож Да? Ну будем думать что это козерог Ну лошадь слушай ну кто козерог Просто рога нету У них где то еще здесь черная дырка должна быть На стене Ага Это когда в общем все это делали строители Они курили очень много табачного дыма шло Ага И там остались черные точки такие дырки Которые они не смогли даже заканчивать Слушай а ты исторически заканчивала или чего? Нет Я просто интересуюсь всегда А ты где информацию черпаешь? У кого-то или где-то в каких-то источниках? Мне интересно было я смотрела передачи У них очень много исторических Но на американских каналах они показывают Исторические передачи Или все запоминаешь Да Ну мне интересно я помню Молодец какая ты Так давай весы найдем Ну ладно как будто нашли Слушай еще самое главное тайна Здесь не все знают Ну уже наверное сейчас все знают Под этой В подвале находится станция Ага Где можно просто генератор который От которого зависит все электропоезда И если его отключишь то отключатся все линии Но это раньше так было Да? И войну в 1941 году гитлер Когда американские войска стали поставлять военную технику и так далее И гитлер нанял значит большие корабли И они плыли чтобы отключить эту электростанцию То есть большой генератор Его достаточно было просто кусок туда насыпать и он бы перестал работать То есть там ничего такого сверхъестественного Но попасть туда было вообще под смертной казнью Да нельзя было даже попасть туда Это где-то очень-очень низко Мне кажется где-то здесь очень низко Начинается с 42-й и проходит даже до 92-й улицы Это все дело Это такой огромный подвал И между где-то этими улицами есть вот эта секретная станция Да Здорово После того как об этом все узнали она уже не секретная конечно Но хотя это же могут быть слухи Специальная шоссия Нет нет это реально Это показывали я смотрела историческую передачу по какому-нибудь американскому каналу И в общем историк он спускался туда Он показывал как раз рассказывал про Показывал такой огромный там генератор Лифт там там все очень И еще где-то здесь Вот это скрыто еще ото всех До сих пор есть поезд Который принадлежал Франклину Рузвельту Потому что он был на инвалидной коляске И он скрывал это И у него была специальная станция Он на машине приезжал Его сажали в трейн И этот трейн отправлялся в Уоллдорф Астория Он находится прямо вот далеко отсюда И он сразу же на машине поднимается Как-то там в свой номер у него была специальная система И здесь есть какой-то трейн Вот эта станция сохранилась Ну когда-нибудь может быть Когда-то придет время Когда это все будет доступно Для людей А может и нет Не знал что поставить Поставил себе в сторону На Empire Style Building Могу ехать А это вот китайский район Квинса Тоже по-моему как отдельный город живет Ну смотрите справа Все на китайском Слева Кстати беседы никакой у меня с ними не получилось Они ехали друг с другом на китайском Болтали Я не знаю Может быть ругались Там такая интонация была Может быть Второго ребенка планировали Не знаю Вот А я ж парнишка то общительный Мне хочется болтать со всеми Тем более навыки языка свои Развивать Развивать Чтобы более свободнее и свободнее общаться Вот Поэтому Да Если вдруг вот как то получится так Что я за вами приеду Давайте разговаривать На русском Наверное Вот только домчался до Манхэттена Еще даже до Empire Style Building не доехал Какая то вот Лиза Совсем рядышком Тут через раз два три четыре пять блоков Посмотрим куда Лиза поедет Слушай так А вот здесь вот давай посмотрим Куда Вообще в какую часть Америки можно уехать с этой станции В любую уже? На самом деле здесь только пригородные поезда А да И они еще хотят сейчас подвезти Лунайланд сюда Сейчас пока что вроде нет Насколько я знаю А так это коннект Ну то есть такие пригородные Все что рядышком Да Раньше здесь были международные Поэтому она была такой прям супер популярной А сейчас только чисто пригородная Но все равно здесь очень много людей проходит Говорят Количество людей равно населению Сан-Франциско За один день сколько здесь проходит Да Слушай А есть где то здесь зал ожидания Вот где вот обычно люди сидят и спят и ждут своего То как в России Ну такого здесь нет Там есть где можно поесть Там прям целые такие Пойдем я тебе покажу Пойдем Ну я так хотел зал ожидания снять Знаете что вот Вот как на сумках лежат спят А вот так объявляешь Внимание По поводу поезда Видишь расписание Да И время Они специально делают на минуту больше Чтобы люди думали что они опаздывали Ну чтобы люди не опаздывали в общем Такая обманка Да Я так уже лет пять живу У меня в машине часы всегда идут минут пять вперед Чтобы я не опаздывал Но у меня в крови я не опаздываю Ну кроме сегодняшнего случая Ну я так и думала конечно Сложный паркинг дать иногда Да я приехал без пятнадцати Мы с Региной договорились в два Я без пятнадцати два приехал И к тебе подошел в двадцать минут третьего Потому что я это все время вот вокруг ездил Не мог найти где машину оставить Я же теперь на автомобиле Я же теперь А кстати расскажи Я смотрела твое последнее видео Ты рассказываешь Что ты получил Телси И что ты уже ездишь А ты уже работал Вчера первый день Да Поздравляю Низ Там Короче Всякие Как столовые Рестораны И я покажу Одно очень интересное место Да Не переключайтесь Вот видите Я не знаю А хотя вот люди кто смотрят Могут знать Скорее всего вы знаете Ладно пойдем Какие коридоры В ресторан Мы идем к ресторану Самый такой старый ресторан Ойстубал называется Где устрицы продают Чисто по устрицам И Там действительно очень вкусно Я была У меня есть видео Хорошо Мы не пойдем Вы можете посмотреть видео На канале Регины ребят Ссылочка в описании Слушай я просто иду Знаешь что думать Смотри какие площади пустуют Да Неужели нельзя вот здесь в аренду сдать И чтобы Ну Косметику Косметику недорогую У них есть У них есть Сверху А ты сама откуда родом Нижний Новгород Нижний Новгород Торпедово у вас хоккейная команда Смотри Ты сейчас встаешь сюда Куда Видишь вот эту стенку Да Ты стоишь лицом к ней Лицом к ней Я хожу туда Скажи Куда Я буду там стоять В таком же углу Я в таком же углу буду стоять И ты мне говори Я тебе буду отвечать А камера это А камера это запечатлит Да Да ну нафиг Нет я слышал про такое Виктор ты меня слышишь Ага Регина Регина ты замужем? Да я с тобой разговаривала Слушай люди подумают что это монтаж Нет это не монтаж Это Ребят смотрите резко перевожу камеру на Регину Вон она стоит Видите вон она Да Я тебя спросил ты же замужем? Я замужем Все Потому что люди будут спрашивать сразу Чтобы знали что ты замуж Слушай У тебя очень много предложений делают Ну это наверное уже не неожиданно Ну да Как девушку сюда поставить И что ей надо сказать Чтобы она здесь стояла просто и ждала Я смотрела Ну например Такой то известный Волносный жаз делал Такой предложение А потом я еще на Киды смотрела Сейчас прям супер популярная И делаю предложение Обалдеть Да А в чем это? Ну-ка давай пошли Пойдем Пойдем Регина Смотри Это что я могу здесь делать То есть по диагонали А чем это объясняется? Просто какой-то канал идет Это специально построили такую арку По моему испанский архитектор Я не помню как его зовут Там был ОПГ Не позвольте Да Испанский архитектор Извините Испанский архитектор Он построил вот эти колонны Они кстати Насколько я знаю Единственные в мире Есть еще Одна такая же структура В Лондоне В церкви Пожалуйста И вот в Нью-Йорке Потому что Можно общаться Это как секретное название Ты мне прямо на Нью-Йорк Глаза открываешь Ты мне прямо на Нью-Йорк Называется В моем галерее шепот Или что-то так против Я знаешь когда будут спрашивать Ну куда-нибудь я куда-нибудь поеду Это имеется ввиду В те страны Меликат Виктор Ну что тебе Вот как в Нью-Йорке Короче там есть такое место Представляете Вот так вот расстояние Метров Сколько здесь? 30-40 Видишь люди общаются Да Уходи 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 оттуда Он тебе что-нибудь осознаться хочет Уходи Девушка Уходи И скажу Вот есть такое место В Нью-Йорке Где Представляете Так общаться можно И все в принципе Ну и какой-то ресторан Еще Регина хочет Или есть А ну вот ресторан это и есть Это известный Ресторан с устрицами А это называется Whispering Gallery на английском Галерея шепот А окей Так давай А там что у нас Просто Кафешки А там кафешки Да там Реструмс В комнате В Валенте вообще Да Реструмс Кстати Вот Такую не в тему Пометочку сделаю Вчера на Манхэтта не ездил С Реструмс Реально проблема Да ну ладно Им хорошо Можно Заходить в любой отеля Или ресторан Даже Тут допуск дается Разве? Я слышала Не знаю Ты показываешь Проблема то самое главное Машину поставить негде Ага Поэтому мужчина знает что спасает Стаканчики из под кофе Девушки а вот напишите в комментариях Если бы вы переработали Как бы вы эту проблему решали Вам со стаканчиком никак Так Лису высадил Была она с подружкой Ехали тусоваться По пути Своего парня Отшивала Что то придумывала Лишь бы он на эту вечеринку не приехал То так то сяк Короче запарилась она там Ну вроде в итоге отшила Не знаю но Я бы на месте парня приехал проверить Так ну и меня тут Не успел их высадить У меня уже следующий заказ У нас тут буквально через два блока Вот джен какая то Ну все наверное три вот поснимал Сейчас после джена еще сниму Чего там будет Ну и хватит наверное А то что это у нас за контент такой Ночью видите что происходит Телси 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 Я Телси Все мы когда то будем Телси Телсишниками Телсишников бывших не бывает Вот так можно говорить Новая Тесла тут передо мной зажигает с флоридскими номерами Видите Как она называется то я не помню Модел какая то Вот время у нас три ночи я еду поднимать Эрика какого смысла не поднимать а Забирать его Пикапите как здесь говорят Заехал через китайский квартал еду А может в принципе Эрик там может быть и китайец да Езжу пока что в 4 начал Три ночи пока еще силы есть Езжу Особо спать не хочется Уже знаете в азарт На самом деле в азарт такой вошел И думаю Надо попробовать количество часов отработать Как на той работе там Под 15 14-15 Что из этого получится Ну на одном убери конечно это не показатель Если бы еще был лифт и джуна Но это все чуть попозже Ладно Эрик пять минут осталось жди Друзья я кстати Регину просил Вот если есть вопрос у вас сейчас на языке вертится Говорю Регин Возьми говорю подружек Веселей Говорю общение пойдет Она говорит Ну ни одна моя подружка на видео не хочет светиться Так? Да Ни одна моя подружка не согласится Потому что они очень серьезные И они не любят публичности Они очень умные красивые Но Американки? Русские У меня лучшие подружки русские Есть знакомые американки Но подружками я их А вы что значит серьезные? Не публичные больше бы я сказала Да вот так Не публичные Да потому что мы с тобой тоже серьезные Разве мы не серьезные? Так все мы выходим? Да смотри это то что Протошка говорил Что давай поставим киоски Много территории Вот они заняли всю территорию Маленькими магазинчиками Это не то Я тебе говорил прилавки такие Ну я поняла как переходы И женщина с химией стоит Такая И вот эта косметика вот По доллару Они очень хорошо зарабатывают Подумай У тебя есть связи здесь? У меня связи здесь нет Так ладно Не подожди я позвоню Трампу Трампу? Договоримся Трампа да Он же наш Ты знаешь что у него здесь есть теннисный корт На четвертом где-то этаже есть теннисный корт Который он купил Огромный Там играли известные теннисисты И это стоит 300 долларов Чтоб там поиграть сейчас Сейчас Ну в принципе В принципе нормально Для убериста это нормальная цена В принципе пойдем играть следующий Да, пойдем Так все мы выходим отсюда Что касается моего первого дня в Uber Значит вышел как вы видели на линию я В 4 часа до 5 мне ничего не давало Я где-то неправильно ездил Или неправильно включил В итоге я потом что-то перезагрузил И с 5 в общем время пошло С 5 вечера Это была пятница До 5 утра До 4 утра я проездил С 4.30 по-моему я последнего пассажира высадил Значит По-моему 7 часов я ездил с пассажирами 5 часов я был без пассажиров Так как у меня один пока только Uber Я не могу сейчас взять Lyft И June И другие Эти сервисы Мне надо 65 поездок на Uber сделать Если я Не сделаю их машину Мне Uber не оплатит Она у меня будет платная Все это Там смешно Так что вот с понедельника у меня начнется Бесплатная неделя в случае 65 поездок И следующая тоже Так сейчас третья Мне направо Налево Возил в основном Американцев Да вообще Значит наши не попались Французы одни были И остальные все американцы Это был вечер пятница В основном пьяные Возвращались все по домам Предлагали мне уже наличку Но это может быть проверка Два парня сели Я их довез до одного места Они потом передумали Говорят Слушай нам надо далеко Мы живем в Лонг Айленде Поехали туда Мы тебе 100 долларов дадим Я соответственно отказался Потому что Это могут быть дел Все полиция Таким образом проверяют На честность Таксистов Нью-Йорка Так что еще Сейчас что-то подумаю Еще скажу А вот мы вот резким таким монтажом Перенеслись Не это было не очень Мы резким монтажом перенеслись в Брайан Парк Я здесь ночью как-то снимал Днем здесь особенно красиво Ты снимал здесь днем Ты мне вот где-то с этого места говорил Что Регина Нью-Йорк Давай с тобой встретимся Ты мне покажешь и расскажешь про Брайан Парк Это днем это было? Да Ты днем шел здесь с Ясиком Да С женой И ты мне просил чтобы я тебе рассказала Вот я тебе рассказываю Все давай рассказывай Это карусель Ты можешь всегда быть Спасибо Это голубь Это стул Давай тогда поближе к карусели подойдем Раз о ней есть что рассказать Давай расскажешь Ну про нее не Просто я думаю что это классно будет если ты приведешь сюда Ясика 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 Карасика Так Это хорошо Слушай здесь и взрослые катаются Я не знаю сейчас вроде нет Ну ты хочешь прокатиться? Нет Я уже все Я откаталась Откаталась уже свое Есть еще очень классная карусель Ты был же там не знаешь где Бруклин Бруклинский мост Да Под Бруклинским мостом там есть прям суперски большая карусель Наверное услышал о чем мы говорим Ну он догадался А он догадался А может он русский знает Может он этот Ну вполне возможно И говорит вы хотите знать в каком фильме этот отель с ним Отель или дом? Дом Просто сказал что дом В этих В охотниках за привидениями оказывается Да Ничего себе Даже я не знала Вот видишь Даже я не знала Видишь вот Ты мне про карусель А я тебе про дом из охотников за привидениями Получается в случае Если бы у меня был И лифт И Убер И Джуна Я бы Маловероятно что я Суммарно там Почти пять часов Провел бы без пассажиров Был бы Лифт давал бы И Джуна И тогда бы у меня наверное И 300 на Камре получилось Ну как опытные люди Которые здесь давно Работают Именно так говорят Но это мы узнаем намного позже В понедельник значит Хочу выйти В пять утра И проездить до пяти до шести вечера Попробовать Как получится Все таки цель у меня 300 На арендованной машине Это имеет место быть Потому что с этих 300 В будущем Пока не куплю машину Будет аренда 60 долларов в день Бензин долларов 15 Платные дороги долларов 20 Ну и в итоге сотка будет уходить Только на это как получается Затраты И чтобы 200 оставалось Здесь Надо делать 300 Так это 44 Мне еще Блок надо пройти на 43 Сейчас чуть-чуть В воскресенье вечером поезжу Хотя бы сотку сделать И поеду домой Пораньше спать Чтобы завтра В понедельник В пять утра На ноги встать Нормально Что расскажи А то Молчали с тобой все время А давай расскажем Сейчас тепло Давай А вы вот решили рассказать Что сейчас тепло И вот сзади Прям даже За спиной Попал Я бы сказал Где-то плюс десять По-моему Плюс десять раз Но чувствуюсь Вообще Может быть Регина Сколько ты уже Восемь зим пережила Здесь? Восемь суровых зим У нее Вот как у Виктора Прям есть видео Там до зима Да Вот таких суровых зим И говорит что в феврале Вроде как уже на потепление Ну мы будем надеяться Бывает что Снег пойдет в феврале Но в основном Уже это когда Прямо Вот Мы пришли на каток Я здесь уже Показывал Но днем по-моему Я не помню Это вся очередь в кассы Да? Да Это самый маленький Ну он не самый маленький каток Есть еще меньше в Нью-Йорке Но он такой средний Здесь постоянно Очень много туристов Ты каталась? Я каталась здесь Сколько коньки стоят? Не помню И по-моему 25 долларов Все вместе Не в час Просто арендуешь Если у тебя есть свои коньки То здесь бесплатно А, да? Да Это просто можно прийти Просто бесплатно А, окей Платно только коньки Я говорю, завораживает Вот именно вот это Вот это Вокруг катка Вот это здорово И вот тот дом Где охотники за привидениями снимались Наверное Слушай, наверное это видео Там мы уже снимаем Уже и до этого снимали Ну я не знаю как поделить Но на твой канал Да Мы сделали Так Хочешь чтобы я сама уже А, ты хочешь А, окей А, тогда ребят Делаем так На моем канале Это видео закончилось А продолжение у Регины на канале Она сейчас достанет камеру Да У нее профессиональная камера Ну у меня как профессиональная Нет? У тебя зеркал не фотоаппарат? Нет У меня сейчас со собой 4K Как она называется? Маленькая Камера Ну маленькая Камера практически как у тебя А, ну отлично Все, ссылка в описании А ты когда кстати смонтируешь? Я потому что обычно Долго не держу Мы с тобой договоримся Может быть сегодня и завтра Окей Окей Все И потом мы сейчас пойдем на моем канале уже Куда? Очень интересное место Японский магазин И потом пойдем в магазин продуктов Американский Да? Да В общем куда Виктор скажет Туда пойдем Ну Да Туда пойдем Японский или в Америку? Японский или в Америку? Я не знаю Вы бы куда пошли Я А прям японский, да? Чисто японский Там есть на что посмотреть Да Да Давай японский тогда Все У Регины на канале Как мы ходили в японский Или что-то раз Следуй Ой Книжный Какой книжный? Это книжный магазин Книжный? Как книжный? Книжный Ты хочешь мне книги японские показать? Я бы думал продуктовые Нет Ну там есть продукты А Так все Все Мы случайным образом у Регины на канале оказались в книжном магазине Все Я думал продуктовые Я сразу думаю о вот этих приколах Которые там Соленый Сникер Книжный Книжный Хорошо Ну все Мы смотрим следующий сюжет Или прощаемся Я не знаю как в монтаже пойдет Всем спасибо что были с нами Ссылка в описании на Регинен канал На продолжение Пока Пока Собственно вот все могу в приложении показать 17 у меня было сделано поездок за это время Вот они 14 16 5 8 8 долларов 17 15 13 25 Даже вот есть 204 доллара 3 3 поездки Я сам отменил Отказался от них Потому что Гранд Централа не мог найти Как человека забрать Навигатор Что-то мне неправильно показал Я подъехал Не увидел Не понял В общем сделал Cancel Что он неправильно адрес дал И еще Пару человек А В Бронксе хотели меня там В глубоком Заказали Я По ошибке нажал Ну что принял заказ А потом думаю Нет В пятницу ночью На субботу В Бронксе Как-то это не Камильфо для меня Отказал И третий был отказ Не помню точно почему В общем три раза я сам отказался от поездок По усталости еще Были вопросы по поводу сравнения Ездить по трассам 14-15 часов Или по городу Собственно знаете Вот до одного предела устал Как на той работе Так и здесь И все и не больше не меньше Ну И опять же не выспанный был Я Получается почти сутки Я В 8 утра предыдущий день проснулся И вот в 5 или в 6 утра уснул То есть в 22 часа Вот Поэтому надо попробовать Выспаться И 12-14 часов Отработать В дневное время Уже в будний день Не в пятницу Потому что понятно Что пятница Суббота Это Дни такие особенные Так Где корыто моя черная Вот она Стоит Машинешка Ждет Своего папу Бабла косить Так Все Номер Впереди На месте Сзади На месте Все Сейчас буду подключаться И вперед Как обычно Пи Точка С точка Сейчас Меня постоянно тянет В эти Темные кварталы Вот я где-то возьму Меня Сюда Сюда Ну думаю Слушайте Время бензин тратить Возвращаюсь Опять сюда Вот сейчас езжу по темному кварталу Девчонка одна села Ее парень ее посадил Со своего Вызвал убера Мы только отъехали Она такая Отвези меня в бар Выйти в Эндис Только ему не говори Я говорю Ну я ему никак не скажу Я говорю он просто увидит Где я тебя высадил Да Да А ты можешь типа меня там высадить А потом Я говорю ну не могу заказать Все пофигу пусть знает Вези меня в этот Эндис Ну что сигналит А она А Эндис находится на улице Пенсильвания называется И это Она мне говорит Можешь отвезти меня на Пенсильванию Я говорю да ты что Это баксов 300 будет стоить Блин вот встал Видите вот так вот блокируют И сзади все нервничают Нью-Йорк Это Нью-Йорк Я говорю в Пенсильванию Говорит Нет Ты за новый заказ сделай Или измени этот адрес Она говорит Так не я вызывал А пацанчик мой вызывал Я говорю ну тогда не могу я Ни за кэш Ни за что везти Нельзя Она кажется имела ввиду Вот тут В пяти минутах Пенсильвания улица А так я там уже думаю Ничего себе Сейчас она сменит адрес В Пенсильванию Ее увезу Как куда-нибудь Миль за сто 300 баксов сделаю И спокойно домой поеду В Пенсильвании Обратно Мне это не привыкать По межгороду Вот Ну это такое дополнение было Сегодня у меня кстати Понедельник уже Добавлю в этот ролик В конце Вот